Друзья, всем привет! Ну что ж, сегодня пришло время познакомить вас еще с одним интересным китайским смартфоном с необычным дизайном и отличными техническими характеристиками. Наш сегодняшний герой является новинкой компании Elephone и полное его название Elephone U Pro. Elephone U Pro это одна из тех редких моделей смартфонов, которую многие из вас давно ждали и еще ждут. Ну а многие о ней впервые слышат. И для тех, кто впервые слышит, я могу с уверенностью заявить, что Elephone U Pro это не просто смартфон с красивым дизайном, но и по всем остальным параметрам он также хорош. И если вам стало интересно, тогда я начинаю. Наш герой встречает нас в корпусе из стекла, поликарбоната и металлической рамки по центру. Передняя, впрочем, как и задняя панель, имеет существенное закругление по краям. Благодаря этому смартфон очень удобно лежит в руке и пользоваться им одно удовольствие. Толщина его корпуса 8,4 мм, привесив 166 граммов. Теперь давайте немножко пробежимся по его торцам. На правом боковом торце расположились качелька громкости и кнопка питания. Левый торец полностью чистый. На нижнем решетка внешнего динамика, под которой находится сам мультимедийный динамик и микрофон. Центр торца занял порт Type-C. На верхнем металлический комбинейный лоток под сим-карту или под карту памяти. И второй микрофон для подавления шума. Дисплей смартфона довольно немаленький. Его диагональ 5,99 дюйма. Соотношение сторон 18,9. В верхней части видим разговорный спикер, фронтальную камеру, стандартный набор датчиков, плюс присутствует светодиод индикатора событий. Навигационная панель, состоящая из трех сенсорных кнопок, расположилась в нижней части дисплея. Как я уже упоминал, диагональ дисплея смартфона практически 6 дюймов. Используется матрица AMOLED, ее разрешение Full HD+. Матрица имеет очень огромный запас контрастности и яркости, хорошую насыщенность цветов и вообще цветопередача на высоте, углы обзора на уровне. Экран немного загнутый, рамка по бокам имеется, но она незначительная. Вся передняя панель покрыта закаленным стеклом от Gorilla Glass в пятом поколении. Кстати, на него нанесено качественное элеофобное покрытие. Мультитач-тест дисплея на 10 касаний. Тыльная панель смартфона выглядит очень достойно. Благодаря использованию нескольких слоев специального покрытия, солнечные лучи от нее просто отскакивают. Смотрится это здорово, но отпечатки она собирает будь здоров. В верхней ее части видим сдвоенную основную камеру, светодиодную вспышку, под основной камерой расположился сканер отпечатков пальцев, в нижней части логотип компании. Что касается фото и видео возможностей смартфона, здесь не все так просто. Любителей селфи порадует 8-мегапиксельный центр, который способен проводить съемку с эффектом боке. Фото будут получаться достойного качества, однако в темное время суток снимать не рекомендую. Также камере доступна такая немаловажная функция, как Face ID, с помощью которой только вы сможете иметь доступ к вашему смартфону. Основная камера, как вы можете видеть, имеет два объектива. Оба не имеют разрешения на 13 мегапикселей. Один из них цветной, второй монохромный. Фото с камерой получается яркими, картинка сочная, с высокой цветопередачей и хорошей детализацией. Также камера способна делать снимки с эффектом боке. В общем, качество фото сравнимо с цифровым фотоаппаратом, однако все это только в условиях хорошей освещенности. В ином случае, скажу честно, мне снимки не понравились. Запись видео в 4К при 30 кадрах в секунду. Вот что действительно порадовало меня в этом смартфоне, так это его производительность. Его электронным сердцем выступает 8-ядерный процессор от Qualcomm Snapdragon 660. Его 8 ядер разгоняются до 2,2 ГГц. Видеоускоритель Adreno 512. Оперативная память 6 ГБ. LP DDR4X. Встроенная 128. На мой взгляд, это более чем достаточно для хранения приложений, игр, музыки, видео и так далее. Но дабы я не был многословным, посмотрите, сколько этот аппарат набирает в тесте Antutu. Поддержка двух сим-карт, а также 4G-сетей. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, Type-C, NFC, Face ID, сканер отпечатков пальцев. Все это в смартфоне есть и все работает. Автономность смартфона также порадовала. Она обеспечивается встроенным аккумулятором емкостью 3550 мА. Скажу честно, на день уверенной работы, несмотря на его огромный дисплей, мне аккумулятора полностью хватило. Также смартфон поддерживает быструю и беспроводную зарядки. При помощи их от 0 до 100% аккумулятор можно зарядить за 1 час и 20 минут. Друзья, как вы, наверное, уже сами заметили, что с каждым годом китайским производителям удается все сильнее и сильнее нас удивлять. Если еще пару лет назад они выпускали откровенно некачественную продукцию с большим количеством недостатков, то на сегодняшний день их фирменные смартфоны способны конкурировать с более именитыми брендами. И наш герой сегодняшнего обзора этому подтверждение. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки, писать комментарии. До новых встреч!